Партия «Справедливая Россия» приняла в стенах Госдумы миссию международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации. В состав делегации во главе с вице-президентом Французского национального фронта, депутатом парламента Франции Луи Алио, вошли представители партии парламентов ряда стран Ближнего Востока, активисты социалистических движений стран Восточной Европы, а также научные сотрудники ведущих университетов Южной и Восточной Азии по изучению постсоветского пространства. На завтра встречи с вами в стенах Государственной Гонки в предмете важнейшего политического события выборов президента Российской Федерации. Сергей Миронов выразил гостям благодарность за их решение присутствовать на выборах в качестве наблюдателей и сообщил, что в самом начале президентской гонки было 70 кандидатов, но в итоге процедуру регистрации прошли только 8. Во встрече также приняли участие зампредкомитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СССР Алексей Чепа и секретарь президиума Центрального Совета Партии по международным вопросам Александр Романович. Алексей Чепа предложил иностранным гостям поучаствовать в политических ток-шоу российских каналов и открыто поделиться своими впечатлениями о выборах в России. Я некоторых из вас смогу пригласить на центральное телевидение, в ток-шоу будете участвовать прям в прямую на телевидении, если захотите. Продолжился диалог встречи с зампредом Госдумы Ольгой Епифановой. Она ответила на множество вопросов членов делегации, в частности касающихся гендерного равенства. Хочу узнать, какие законы и политики вышли после того, как ваша партия пошла в Думу. Социальные законопроекты СССР постоянно блокировались думским большинством, но сейчас, благодаря поддержке президента, удалось добиться принятия ряда программных инициатив. То, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, дало возможность праведливой России выбрать его своим кандидатом. Ведь Путин – главный социалист страны, подчеркнула Епифанова. Она также сообщила, что наблюдатели от СССР уже начали свою работу, а не контролируют ход досрочного голосования в труднодоступных районах. На встрече стороны также обсудили проблемы социальной справедливости, глобализма и миграционной политики. В завершении встречи были рассмотрены формы дальнейшего взаимодействия и перспективы сотрудничества. Далее наблюдатели проведут встречи в штабах основных кандидатов, а затем разъедутся по регионам для наблюдения за ходом голосования.